Добрый вечер! Итоговый выпуск Часа новостей на 12-м канале, в студии Любовь Фёдорова. И вот главные события этого дня. За поджог сухой травы заплатят и скровно заработанных. Особый противопожарный режим не даёт поблажек ни людям, ни огнеборцам. Снег сошёл, трава сухая, и уже начали появляться первые термоточки. Зачем над регионом поднимают беспилотники? Увидим готовность спецслужб к горячему сезону. По 250 тысяч на человека, кому май принесёт не только тепло, но и крупное зачисление денег. Васильки и тюльпаны в боевой готовности. Мы понимаем, насколько там тяжело нашим же товарищам. И поэтому делается работа очень тщательно. Как военные флористы собирают артиллерийские букеты для отправки за ленточку. Готовы озолотить и банкрота, и пенсионера. Там цифры, вот просто нереальные космические цифры, космические обещания. В центре Омска развернули офис инфо-цыгане. Какие суммы теряют амичи в погоне за райской жизнью? Детективное расследование 12-го канала. Лёгкий, тяжёлый и бюджетный. Главное, без вреда для здоровья. По дороге домой выходим на две остановки раньше и идём пешком. Развеем мифы о похудении и узнаем 5 способов привести фигуру в порядок к лету. В регионе зафиксированы первые термоточки. И это несмотря на то, что вода с полей ушла не везде. В ежедневном режиме спасатели мониторят территории с помощью беспилотников. По всей области действует полный запрет на разведение огня. Несмотря на предостережение, уже есть и первый нарушитель. Это житель Калачинского района. Мужчина жёг сухую траву. Ему грозит внушительный штраф. Между тем, все спецслужбы переходят в режим боевой готовности. На тренировку вместе с огнеборцами отправилась Анастасия Вишова. Огонь идёт вглубь поля, рядом лес. Но реальной угрозы нет. Сухую траву здесь выжигают специально. Так, в случае возникновения настоящего пожара, пламя не доберётся до поселения. А это Щербакульский район. Учения плановые, угроза настоящая. Спецслужбы отрабатывают алгоритм действий при появлении огня. По легенде, пожар идёт со стороны леса. И чтобы не допустить его в деревню, чтобы пламя не перебросилось на жилые постройки, нужно провести опашку ширина вала больше трёх метров, а затем пролить эту полосу. В единой связке работают спасатели, коммунальщики, аграрии, медики, полиция. Задача каждого – защитить от огня жителей и имущество. Незамедлительно прибыть к нему, дабы не допустить мирных жителей, людей, то есть организовать оцепление. Несмотря на то, что поля ещё влажные, даже небольшое потепление уже таит опасность. Снег сошёл, трава сухая, и уже начали появляться первые термоточки. Соответственно, появился высокий риск возникновения крупных, ландшафтных, степных пожаров. Масштабные учения, исходя из опыта прошлых лет. В 2023 году практически полностью выгорела деревня Чистая Зерия Большереченского района. От огня пострадали жители Называевского, Тюкалинского, Крутинского районов. Чтобы минимизировать последствия пожаров в этом году, финансирование увеличено в четыре раза. А в каждый район дополнительно направлено по миллиону рублей. В этом году по поручению губернатора министерством разданы 5,2 миллиона органами местного управления на приобретение пожарно-технического вооружения, оплату услуг по опашке земельных участков и другие мероприятия пожарной безопасности. Особое внимание спецтехники для тушения пожаров. Проверили исправно все техники, все водонакачивающие, изливающие, туши, тракторов, опашки. Сейчас только земля отойдет или подсушит, пройти по указу губернатора. Поправить меризованные полосы мы с осенью делали, их только надо поправить. Сейчас особый противопожарный режим введен в большинстве муниципалитетов. Еще в 11 северных районах он начнет действовать с 20 апреля. Главное управление МЧС России переводится в режим повышенной готовности. Вводятся все резервы техники личного состава в круглосуточном режиме. Под запретом разведения костров, сжигания сухой травы и мусора, посещения лесов и использования мангалов. Нарушителей ждут штрафы. Соблюдение правил будут контролировать с помощью беспилотников. В поселке Затон эвакуировали людей. Резко поднялся уровень воды в РТШ. Шести жителям пришлось покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Об этом сообщили в региональном МЧС. Большая часть из них отправилась к родственникам. Один пенсионер принял решение остаться в пункте временного размещения. Но сегодня утром уровень воды начал снижаться и сейчас составляет 570 сантиметров, что не является критическим показателем. Поэтому все эвакуированные люди вскоре вернутся в свои дома. Мы получили свежее видео от МЧС. На кадрах видно, что придомовые территории практически не затоплены. Уровень воды продолжает снижаться. Напомню, что Затон топит каждый год, поэтому с началом ледохода здесь круглосуточно дежурят спасатели. Оперативная группа из 15 человек заранее прибыла в Черлакский район. Наблюдения ведут и с помощью беспилотников. Возможные заторы льда будут ликвидировать, чтобы исключить масштабное подтопление. А сейчас о важном решении. В преддверии Дня Победы по распоряжению губернатора Виталия Хаценко всем ветеранам Великой Отечественной войны выплатят единовременно по 250 тысяч рублей. Деньги получат 79 человек, а непосредственным участникам и инвалидам войны вручат еще и памятный подарок. Отмечу, что для ветеранов в нашем регионе действует ряд льгот. Так, с 3 по 12 мая им предоставляется бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, а также в автобусах пригородного сообщения по территории региона. Для проведения диспансерных осмотров и оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам войны на дому организована работа 66 мобильных медицинских бригад. Сразу два инцидента произошли сегодня в Омском аэропорту. Так экстренно приземлился борт, летевший из Москвы в Барнаул. Решение командира воздушного судна принял из-за плохого самочувствия пассажира. Посадка в Омске прошла в штатном режиме, утра пождали медики. Это произошло ночью. А уже днем сразу 12 омечений смогли улететь в Сочи. В самолете не хватило мест. Пассажиры столкнулись с так называемым овербукингом. Авиакомпания, желая минимизировать убытки, продала больше билетов, чем мест в самолете, рассчитывая, что кто-то из пассажиров опоздает на рейс или по каким-то причинам не сможет полететь. Сейчас в произошедшем разбирается транспортная прокуратура. Людям предоставили места на других рейсах. Их работа – определять будущее развития региона, направлять исполнительную власть и делать все, чтобы жизнь омечей становилась комфортнее. Депутаты законодательного собрания сегодня принимают поздравления региональному парламенту в этом году 30 лет. Каждому из семи созывов выпало свое время и свои сложности. Как, несмотря на это, удавалось и удается по сей день принимать взвешенные и эффективные решения, к которым прислушиваются даже на федеральном уровне по самым разным вопросам. В материале Константина Лондона. Север Омской области. В приемную к депутату законодательного собрания Руфина Тавлитеева приходит уже не в первый раз. Не случайно практически каждый визит помогает найти решение для ее родного села. У меня был вопрос по поводу окон, которые у нас не все пластиковые в школе нашей. Очень холодно в некоторых кабинетах. И сегодня нам дали положительный ответ. Я как маленький ребенок, получая положительный результат, я радуюсь и думаю, ну, дальше я сделал такое дело, большой людям помог, и у меня, знаете, на душе приятно. Начало 90-х. Сегодня мы называем Лихими. Страна менялась. Закладывались и основы современной государственности. Именно тогда, в 1994 году, на Омской земле появляется законодательное собрание. Там всего было 30 человек. Каждый из них это была фигура. Это был либо очень крупный руководитель, либо главный врач, ректоры присутствовали. Вот у каждого из них за плечами была большая жизненная школа. В основном практически у всех. Прежде всего было сохранение как раз целостности страны, целостности региона. Поэтому принимались и решения соответствующие. Председателем законодательного собрания избран Владимир Варнавский. Человек опытный, жесткий, справедливый, при этом всегда открытый и дипломатичный. В горячих спорах ему удалось отстоять на федеральном уровне закон, согласно которому труженики тыла во всей стране приравнивались к ветеранам войны и получали множество необходимых льгот. То, что принимать этот закон необходимо, это факт. И это наш долг перед теми людьми, которые создавали нашу могучую Россию, которые пацанами ставили у станков, а сейчас мы про них забыли. От созыва к созыву состав областного парламента обновляется. Те, кто остается, передает свой опыт вновь избранным депутатам. Тем самым выстраивает цепочку преемственности законотворческих традиций и особенностей. Все это от года к году дает возможность существенно повышать качество принимаемых решений. Если мы тогда работали на сохранение, то сегодня мы работаем на развитие. И сегодня у нас во главе угла, и с приходом Виталия Павловича Хаценко, губернатора, и состав правительства поменялся. Для нас сегодня очень важен инвестиционный климат в регионе. Для нас всегда остается крайне важным, конечно же, это поддержка уровня жизни населения. Это непременно для нас сегодня краеугольный камень нашей работы на протяжении всех 30 лет. Сегодня слова благодарности в адрес парламентариев за их плодотворную работу звучат от губернатора Виталия Хаценко и председателя законодательного собрания Александра Артемова. Всегда были споры, всегда было многофрансифракционность, многопартийность в нашем парламенте. Но самое главное, всегда находили общий язык в конце и принимали решение, это дорогого стоит. За 30 лет законодательным собраниям проделана огромная работа, накоплен колоссальный опыт, достигнуты высокие результаты. В общей сложности принято более 2600 законов, которые изменили жизнь региона и Амичей, а часть из них и всей страны. Ну а юбилей может и должен стать точкой отчета нового периода в истории законодательного собрания области с новыми вызовами, на которые региональный парламент обязан будет найти эффективный ответ. Константин Лондон, Сергей Гаврилов, 12 канал. К другим темам ищут потери с воздуха. Проблемные участки теплосетей начали выявлять с помощью беспилотников. Омские ресурсоснабжающие компании, используя тепловизор, проверяют коммуникации. Такая технология уже проверена в действии. На первом пробном полете удалось выявить затопление тепловых камер. Рассказали специалисты, таким образом у коммунальщиков появилась возможность своевременно ремонтировать сети. Квадрокоптер будут запускать ночью или до рассвета, чтобы на экране тепловизора не было ложных аномальных пятен. Теперь в планах у ресурсников провести масштабную проверку. А это в общей сложности 20 тепловых магистралей протяженностью более 270 километров. Васильки и тюльпаны для фронта из Омска за ленточку отправят целый артиллерийский букет военной техники. Сейчас в Омском арсенале ракетного вооружения кипит работа по восстановлению минометных комплексов, самоходных гаубиц и пушек. На подмогу к военным инженерам даже приехали курсанты из Пензы. Для ребят это настоящая военная стажировка. Слово Анни Кокориной. Молоток, ключи и отвертка. Набор инструментов небольшой, но им курсанты военной академии с легкостью приводят в боеготовность мощнейшие российские гаубицы, пушки и минометы. Здесь, например, тестируют ход артиллерийской установки. С помощью нее миномет двигается, передвигается, буксируется. Вот это мы сейчас снимаем и там находится пружина. Ее разбираем, проверяем. Если что-то неисправно смазываем, все делаем обратно для работы. Сейчас в работе несколько десятков единиц техники. Частично орудия достали из запасников арсенала. Некоторые образцы на техобслуживание привезли из зоны проведения специальной военной операции. Как только гиацинты, ласильки и тюльпаны будут готовы, артиллерийский букет вновь отправят на фронт. Мы понимаем, насколько там тяжело нашим же товарищам. И поэтому делается работа очень тщательной, очень внимательной и очень ответственной. В ремонтных мастерских Омского арсенала сегодня трудится 12 курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. Ребята не просто проходят практику, перенимают опыт старших товарищей. В соответствии с решением начальника главного ракетно-аркетического управления Министерства обороны Российской Федерации, все эти работы проводятся под руководством опытных военнослужащих, имеющих богатый практический опыт, в том числе и при проведении ремонта в зоне специальной военной операции. За 2023 год курсантами было восстановлено 58 единиц образцов вооружения. В этом году данные военнослужащие уже восстановили 10 образцов. Вместе со справной техникой в зону военной спецоперации отправят и запасные части для ракетно-артиллерийских установок, чтобы наши бойцы даже в условиях фронтовых будней могли вернуть оружие, боеготовность. Анна Кокорина, Юрий Репин, 12 канал. В Омск съедутся владельцы передовых сельхозпредприятий из регионов России. Они станут участниками традиционной выставки-ярмарки «Агро Омск-2024». В этом году она состоится в конце июля и продлится неделю. Помимо развлекательных мероприятий для мечей предусмотрена и деловая программа. Аграрии обменяются опытом и передовыми разработками в техническом и технологическом обеспечении сельского хозяйства. Выставку машины спецтехники организуют по традиции в парке на Королёво. Здесь же будет представлена продукция омских фермеров. Дачники и владельцы подсобных хозяйств смогут также познакомиться с ноу-хау крупных аграриев. Ожидается, что участие специалистов из других регионов даст новый импульс для развития отрасли. Привести себя в форму за месяц сейчас один из самых популярных запросов в интернете. Ведь до лета остаётся всё меньше времени. Многие прибегают к самым отчаянным методам – интервальное голодание и изнурительный спорт. Кто-то не выходит из спортзала, кто-то питается одной гречкой. Но приведёт ли это к желаемому результату или проблем окажется ещё больше, развенчала мифы Анна Лукинец. Каждое упражнение по линии Антоновой даётся с трудом. Болят буквально все мышцы. Но страдания стоят того, уверена девушка. Не за горами сезон купальников. Даже нелюбимый бег вошёл в привычку. И дождик на пути к мечте не помеха. Ещё чуть-чуть. Амичка признаётся – поддерживать себя в форме получается не всегда. Бывает, поддаётся искушению съесть что-нибудь сладкое. Но это не навредит фигуре, если не забывать про физическую активность. Я живу здесь недалеко, поэтому для меня это стало мотивацией. То есть появилось место, где я могу заниматься на открытом воздухе. Тем более в летний сезон очень здорово, когда красивый вид. Это намного лучше для меня, чем в зале, в тесном, где много людей. Другие же, наоборот, предпочитают заниматься под контролем тренера. И буквально ночуют в зале, чтобы добиться быстрого результата. Но физические нагрузки до изнеможения под запретом. Часто они просто истощают организм. Миф первый и самый основной – то, что тренироваться нужно каждый день. Мы его развеяли и объяснили людям, что тренироваться достаточно два-три раза в неделю. Есть мифы, что обязательно нужно работать с тяжёлыми большими весами. Процессы похудения, восстановления происходят в дни, когда тренировки нет вообще. А ещё тренироваться можно и дома. Достаточно всего 15 минут в день. Чем больше мышечных групп мы будем задействовать, тем больше энергии мы потратим. Поэтому я сейчас покажу упражнение, где будет задействовано несколько мышечных групп. Итак, мы делаем присед и одновременно выталкиваем руки с гантелями вверх. Ну а если у вас всё-таки нет времени на спорт, по дороге домой выходим на две остановки раньше и идём пешком. Такая прогулка сойдёт за небольшую тренировку и поднимет настроение. Помимо спорта важную роль в похудении играет питание. На сегодня в интернете можно найти более 700 различных диет. Не есть после шести, употреблять в пищу одну гречку. Нельзя не упомянуть и столь популярное интервальное голодание. Но всё это даёт лишь временный эффект. Сброшенные килограммы быстро вернутся. А вот проблемы со здоровьем придётся решать ещё долго. Специалисты говорят, важно питаться разнообразно и увеличить потребление клетчатки не менее 400 граммов в сутки. А вот сахар постараться ограничить. Это не только тот сахар, который мы добавляем в чай, в кофе. Но это огромное количество наименований, под которыми скрываются так называемые на этикетках без сахара. Это различные сиропы, кленовые, фруктовые, это мёд, это патока. Важно сократить и потребление соли не более 5 граммов в день. А вот количество воды увеличить до 2 литров. Ну и самое главное, меньше нервничаем. Стресс провоцирует выработку гормона, который стимулирует аппетит. И, конечно, любите себя. В этом и есть секрет достижения целей. Анна Лукинец, Сергей Пайхалов, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. Оставайтесь с нами. Готовы озолотить и банкрота, и пенсионера. Там цифры, вот просто нереальные. Космические цифры, космические обещания. В центре Омска развернули офис инфо-цыгане. Какие суммы теряют амичи в погоне за райской жизнью? Детективное расследование 12 канала. Больше сотни победителей стало известно, какие территории благоустроят в этом году. И задал жару... Я когда увидел эту покрышку, я думал, как же буду ее поднимать. Как омский богатырь доказал, что самые сильные в мире люди живут в нашем городе. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Невероятные Усвинские столбы, бескрайнее Онежское озеро и живописная долина реки Чулышман. Увидеть множество и других уголков России вы сможете вместе с Макфой. Купите любимую продукцию Макфа на сумму от 150 рублей в чеке, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше трех путешествий и 800 других призов. Открывайте красоту России вместе с Макфой. Продукцию торговой марки Макфа спрашивайте в магазинах города. Брутальный внедорожник Джету Т2 в Омске. Официальный дилер Джету Альянс. Волгоградская 38, корпус 2. Альянс. Вместе в движении. Весна на максимум в санатории Евромет. Весь апрель скидка 25% на размещение в номерах категории Делюкс. Стоимость от 3080 рублей за человека в сутки. Телефон 33-11-44. Если радио, то максимум. 105-FM в Омске. Красивая жизнь и минимум вложений. В Омске орудуют подпольные юристы. Чудо-компания предлагает амичам вложить небольшие суммы, обещая миллионные доходы. Убеждают все по закону, как в погоне за роскошной жизнью. Амичи остаются у разбитого корыта. Корреспонденты 12 канала провели настоящее расследование под прикрытием. Валентина Шемякина покажет, как выглядит афера от первого лица. И потом с центра банка приходит бумага в ваш банк о том, что вы никому ничего не должны. Они закроют нашу многомиллионную ипотеку всего за 30 тысяч рублей. В этом нас сегодня целый час убеждала вот эта женщина. Съемка ведется на скрытую камеру. Мы с оператором и работаем под прикрытием. Изображаем семейную пару. По легенде о суперспособностях юристов этой компании узнали от соседей. Тут блат все судьи. Свои люди. Короче, всем. Аферисты, юристы так себе. Но при этом отличные психологи. Активно приглашают и мечей стать клиентами их фирмы. Естественно, не бесплатно. Убеждают, их сотрудники могут решить любой ваш вопрос. Списать долги, аннулировать судимость и открыть новые способы заработка. Она за два с половиной года уже приобрела шесть квартир благодаря холдингу. Несколько машин поменяла, финансово поднялась. Убеждают, заработать на красивую жизнь можно только через их компанию. Один из способов – документы времен СССР, которые сохранились практически у каждого пенсионера. Можно даже вывести деньги со старой сберкнижки. Например, за 900 рублей можно получить баснословные 9 миллионов. Каких только золотых гор нам тут не обещали. Очень интересная подача информации. В кабинете играет приятная музыка, приглушенный свет. Девушка с нами так спокойно, так нежно разговаривает, все объясняет. На одну из таких уловок попалась родственница Анастасии Волохиной. За услуги юристов отдала 300 тысяч рублей. А вот обещанных благ так и не дождалась. Вот у меня бабушка вспомнила тоже, что у нее есть сертификаты еще 93-94 года. Там цифры, вот просто нереальные космические цифры, космические обещания. Не стесняются цифр. Анастасия рассказывает, родственница до сих пор не верит, что так и не получит свои деньги. Ведь доверчивая пенсионерка даже строила планы. Я так рада, вы знаете, я вот как раз домик куплю. То есть я получу вот за эти 800 рублей, я 8 миллионов 900 тысяч получу. Вот представьте себе. Ну, юристы за это возьмут 10 процентов. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, наиболее восприимчивые к внушению. Обрабатывать своих жертв начинают в соцсетях и мессенджерах. Крутят рекламу в чатах о здоровье и помощи населению. После приглашают на личную встречу, где люди попадают в ловушку. Юристы уверены, это хитрая уловка. Никаких законов о дополнительных выплатах на сегодня нет. Мне известно, что с 2003 года существуют какие-то проекты на законодательном уровне. Но конкретно какого-то закона, указа президента, либо постановление правительства не принято. То есть люди могут считать мошенническую деятельность. Под видом юридических услуг могут гражданам говорить, что можно получить какие-то очень большие суммы денежных средств. И лишь спустя время, когда люди так и не получают положенные выплаты, они вынуждены обращаться в полицию. Сейчас ведется расследование. Поэтому народную мудрость про бесплатный сыр лучше вспоминать до того, как соберетесь отдать деньги совершенно незнакомым людям. Валентина Шмякина, Юрий Репин, 12 канал. Стали известны проекты победителей, которые мячи выбрали для благоустройства в рамках программы «Местных инициатив. Решают люди». Это 128 проектов по обустройству детских и спортивных площадок, преображению аллей и скверов, дворовых, общественных и пришкольных территорий. Среди победителей уголок детства на 4-й поселковой, аллея Бородина на Бархатовой, этно-аллея в городке Водников, детский уголок на Космическом. Работы по благоустройству пройдут в этом году. Из областного бюджета на реализацию инициатив «Мечей» выделят по 500 миллионов рублей. Продолжается и уборка города после зимы. В Омске прошел средник чистоты. Сотрудники мэрии вместе с «Мечами» привели в порядок самые востребованные территории – парки и скверы. Выцвеживших фантиков и бытовых отходов столько, что едва хватает мусорных пакетов. Подробнее в нашем материале. 20-й по счету пакет, полный мусора и бытовых отходов, отправляется в утиль. Это при том, что убирали не огромный стадион, а один из скверов в Советском округе. Выцветших фантиков и гнилых листьев столько, что местным дворникам, несмотря на ежедневную работу, в одиночку просто не справиться. К уборке подключились и работники администрации города. Месячник чистоты уже давно стал доброй традицией. Сотрудники мэрии вместе с «Мечами» берутся за уборку самых востребованных мест. Сюда входят парки, скверы и пешеходные дорожки. Сделать свой город чище – дело чести, говорят активисты. У нас в ближайшую субботу уже будет общегородской субботник начнется. И я надеюсь, что все мячи присоединятся для того, чтобы сделать наш город еще чище, красивее и опрятнее. Тем временем службы УДХБ ежедневно трудятся на улицах города. После гололеда вокруг бордюров и на дорогах остались груды пескосоляной смеси. Ее дорожники вывезли уже порядка трех тонн. Утилизируют согласно нормам на специально отведенные полигоны. В повторный раз мы ее уже не используем, потому что та пескосоляная смесь, которую мы использовали именно в зимний период, свои свойства она уже отработала. И поэтому, по сути, она представляет из себя, можно сказать, какую-то грязь на прибордюрном пространстве. Мы выполняем работу уже по мойке ограждений, павильонов, бортовых камней. И в целом уже переходим на летний режим работы. Вовсю кипит и работа по восстановлению аварийных дорог. На днях специалисты залатали улицу Королева. Сейчас приступили к ремонту Красноярского тракта. Реконструкцию всех проблемных участков, которые вошли в список, должны закончить не позднее 1 августа этого года. Регина Абузарова, Валентина Шемякина, 12 канал. Детско как в 90-е интерактивный чисто субботник 12 канала состоится уже на этой неделе. Кипиш организуют в парке 300-летия Омска. Конкретную уборку проведут пять команд. Их возглавят ведущие популярных телешоу Оксана Савочкина, Владимир Казанин, Максим Гречанин и Петр Смольников. Любители новостей смогут попасть в бригаду Константина Лондона, оценители мощной музыки к ведущему радио «Максимум» Алексею Попову. Грабли, перчатки, мусорные мешки и аэрозоль от клещей выдадут. Создадут организаторы и настроение сопровождать уборку будут популярные хиты из 90-х. Увидят омичи и другие символы ушедшей эпохи – малиновые пиджаки, барсетки и спортивки. Символичными будут и фотозоны с ретроавтомобилями. Для детей организуют экологические мастер-классы, а самым активным – подарки от спонсоров. Самые сильные люди мира живут в Омске, доказал это наш земляк Дмитрий Скосырский. Он принял участие в международном турнире по силовому экстриму между Россией и Китаем. Ни перелет, ни перепады температур, ни тяжелые испытания не сломили его волю к победе. Ну а в качестве судьи и почетного гостя на состязаниях выступил амич Михаил Шевляков. Подробности у нашего спортивного обозревателя Алексея Адарьева. В том, что не перевелись богатыри на Руси, лично смогли убедиться жители Чунцина. На совместный российско-китайский турнир по силовому экстриму представители Поднебесной пригласили обладателя титула «Сильнейший человек России 2023 года» многократного рекордсмена нашей страны Амича Дмитрия Скосырского. Там соревновались сильнейшие люди Китая и пригласили туда меня. Что могу сказать по поводу гостеприимства, там русских очень любят. Хоть и языковой барьер, но этот языковой барьер, он, можно сказать, сводился на ноль, когда мы жестикулировали. Отсутствие привычного покрытия, гравий вместо асфальта, разница часовых поясов, огромный перепад температуры из омских минус 2 в китайский плюс 37. Все эти сложности Скосырский преодолел с блеском, одержав по итогам двух соревновательных дней безоговорочную победу. «Были достаточно высокие веса, это и коромысло 500 кг, это и покрышка 500 кг. Я когда увидел эту покрышку, я думал, как же буду ее поднимать. А на самом деле для меня эта покрышка показалась как и 400, то есть дело опыта и сноровки, чего не хватило, к сожалению, китайским нашим спортсменам. Становая тяга, переброс камней, перенос колодца, подъем бревна над головой, коромысло, ни в одном из упражнений Дмитрий не дал повода усомниться. Самые сильные люди России живут в Омске. И вот он, долгожданный Миг Триумфа. По стечению всех этих шести упражнений я выиграл абсолютно все. Второе место занял воспитанник, получается, чемпиона Китая. Но они этим так замотивировались, что сказали, мы хотим ехать к вам и становиться такими же сильными. Уже 19 мая в соответствии с соглашением о дружбе и сотрудничестве между Сибирью и Китаем наш город будет встречать гостей из Поднебесной. Смогут ли китайские силачи взять реванш у русских богатырей на Омской земле? Узнаем через месяц. Алексей Дарьев, Андрей Кузьмин, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 19 апреля, в Омске переменная облачность без осадков. В ночное время плюс 12, плюс 14. Днем до 15 градусов выше нуля. В районах облачно ночью до плюс 10. Дневная температура 7-9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Таковы новости. До встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова